Пожарная безопасность Не стареет душой. В Бавлах возобновил свою работу университет третьего возраста. Бывают у нас еще соревнования. Здесь мы проводим игры, эстафеты проводим, дартс играем. Ну, здесь вот мероприятия свои у нас. В хозяйствах полным ходом идет уборка подсолнечника. В Бавлинском районе посажено более 3000 гектаров. Подробности далее. Наила Сандриддинов трудится механизатором более 25 лет. В хорошую погоду на поля выходят с 6 утра. Вышли на уборку подсолнечника вовремя. Работы идут организованно. Проблем пока нет. Комбайн новый. Все зависит только от хозяина. Территория под уборку подсолнечника в хозяйстве Берлег – это 630 гектаров. Если урожай хороший, то это очень выгодная культура. По словам специалистов, тонна подсолнечника в этом году достигнет 32 тысячи рублей. На сегодняшний день на подсолнечном поле проведен метод технологической сушки. Культура полностью готова к уборке. Листья и головки подсолнечника быстро высыхают. Влажность зерна подсолнечника не превышает 7-8%. Это отличный показатель, который можно сохранить и при необходимости продать. Передвигаясь по подсолнечному полю, комбайн собирает урожай, затем разгружает заполненный бункер на тракторной кипешке. Собранный урожай подсолнечника оправляют на Казанский маслозавод. Некоторую часть оставляют на хранение в хозяйстве. Самая большая по площади по району культура подсолнечника выращивается в крестьянско-фермерском хозяйстве «Исламгалиев». В хозяйстве Николашкина его выращивают на площади 400 гектаров. В других хозяйствах это около 300 гектаров. Айгуль Козаинова, Айгуль Габдарфикова, Артем Артемьев, БРТ. С наступлением холодов жители частного сектора начинают включать обогреватели. В этот период особенно необходимо принимать меры пожарной безопасности. Сотрудники 109-й пожарно-спасательной части раздали жителям частных секторов памятки по мерам пожарной безопасности. Подробности далее. Бавлийница Слава Марданшин живет на улице Лесной более 60 лет. По его словам, он всегда выполняет требования сотрудников пожарной охраны. Обязательно постоянно вытяжки дымоходов, специальные частоты тренировки. Если вы не хотите дымоходы, то вы не можете дымоходы варить. За свое время на очистку дымоходов, постоянном обслуживании системы отопления, печей, бережном обращении с бытовым электрооборудованием и другими предупреждениями следят сотрудники пожарной охраны. Ежегодно проводим обход граждан по пожарной безопасности, чтобы не жгли в частном секторе мусор, прочищали дымоходы, не оставляли детей без присмотра. Семья Анисы Зайдулина также соблюдает правила пожарной безопасности. Ее супруг долгие годы проработал в пожарной части, поэтому знает все правила. Мы мусор куда попало не бросаем. Приезжает мусоровоз и его забирает. Основная причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей. На территории района в 2020 году зарегистрировано 38 пожаров, в текущем году – 24. Айгур Хсоенова, Айгур Габдрафикова, Артем Артемьев, БРТ. Бавлинский район многонациональный. В нем проживают татары, русские, удмурты, башкиры, мордва, чуваши и другие. Как правило, во всех школах района преподаются русский, татарский и английский языки. И только в одной школе Бавлинского района преподается чувашский. Это единственное учебное заведение, где дети изучают 4 языка. Школа находится в селе Алексеевка. Варендып Чуваш-Челхине, что с перевода чувашского означает «обучая чувашскому языку». Чувашскому языку в Алексеевской школе обучают уже более 100 лет. Новой школе всего 35 лет, а первая школа в селе Алексеевка Бавлинского района была построена в конце 19 века на средства поповского купца. Она была церковно-приходской и располагалась именно здесь, где в данный момент оборудована пришкольная спортивная площадка. А той старой школе сегодня напоминает лишь несколько камней, оставленных жителями села для истории. Здесь вы можете увидеть еще сохранившееся основание, остатки камней бывшего фундамента церковно-приходской школы. Василий Данилов помнит эту школу хорошо, ведь именно в ней он получил средне-специальное образование. На протяжении всего этого времени здесь преподавание велось именно на чувашском языке. Это связано с тем, что коренное население преимущественно, это процентов, раньше это было почти 100%, ныне это процентов 95. Жители села оставляют именно чуваши. Народ свой язык сохранил, сберег. Чувашки лежат, или будут звуки, радио звеней, троллейные времена. А в этом кабинете проходят уроки чувашского языка. Он, наряду с еще тремя языками, является для подрастающего поколения обязательным для обучения. Некоторые дети разговаривают на чувашском и дома с родителями, но, по словам педагогов, все реже. Понимают, но разговаривать не хотят. Родители теперь не разговаривают дома, от этого и зависит. Алина Хуснулина живет в селе Удмуртский Ташлы, а в чувашскую школу, что находится в 6 километрах от дома, ездит по причине отсутствия учебного заведения по месту жительства. А тебе легко даются чувашский, английский, татарский языки? Да. А какой больше язык тебе нравится изучать? Английский. Почему? Английский мне нравится, потому что он красиво звучит. Чтобы родной язык полностью не обрусел, обучение чувашскому языку ведется уже с дошкольного возраста. В детском саду даже создан специальный уголок, где представлена татарская, русская и чувашская культуры. Детский сад находится в здании школы. Его посещают пять детей. Национальный колорит прослеживается и в кухне. Сельчане готовят чувашскую, татарские и русские блюда. Многие рецепты отличаются лишь названием. Народы живут рядом между собой и тесно общаются, и угощают. И вот оттуда пошло, наверное, вот такое содружество блюд. В частности, вот ватрушка творожная, ватрушка из картофельного пюре. У чуваш она называется пюремиджия. Тут мы вам представляем треугольники. У русских это треугольники. У чуваш это вишкадес называется, а у татар это шпешмак. Надо сказать, чувашская культура представлена в школе во всем многообразии. К примеру, конкурс учтецов здесь готовится также на четырех языках. Не стареет душа ветерана, в этом еще раз удалось убедиться, благодаря организованному на днях мероприятию. Подробности в нашем следующем материале. Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути. Мы выбираем здоровье. Под таким названием прошли мероприятия для пенсионеров. Этот спортивный праздник стал своего рода данью уважения ветеранам. Публичное акционерное общество «Татнефть» – организации, которые постоянно заботятся о старшем поколении работников, отдавших нефтяной отрасли не годы, а порой десятки лет своей жизни. И это отметил в своем выступлении и председатель Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Равшан Мулаев. Вы подаете пример всем нам. Во-первых, вы такие активные. Мы делаем как бы зеленый фитнес, посвященный двум мероприятиям. Это вы знаете, наверное, уже, да, к 75-летию Бавлинской нефти и Дню профсоюзов Республики Татарстан. Но вы все, как говорится, хоть и не работающие пенсионеры, но вы являетесь членами профсоюза своих предприятий. И это очень отрадно. И мне очень приятно видеть вас здесь, таких красивых, молодых, радостных. Вероприятие, посвященное 75-летию Дивонской нефти и Дню профсоюзов Республики Татарстан, собрало на городской лыжной базе всех неравнодушных к спорту, в том числе и ветеранов нефтяной промышленности Бавлов. Сначала ими была сделана флешмоб «Зарядка», затем состоялись состязания в настольном теннисе. Ветеран нефтяной промышленности Сергей Зарытов дружил со спортом всегда, а выйдя на заслуженный отдых, отдает ему практически все свободное время. Универсальный зал, теннис играть, бассейн плавать. Ну, может быть, решусь в этом году, меня тут подбивают, давай, 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 может быть, на лыжи встану. Скандинавская ходьба – довольно популярный вид физической активности, приносящий организму большую пользу. Поэтому такое состязание ветераны поддержали с большим удовольствием. А ты финиш поднимаешься. Внимание, спокойно пошли. Мы вас здесь будем поддержать. Очень красиво. Многие ветераны, преодолевая расстояние, не могли удержаться от пения. Виктор и Надежда – лидер работали в нефтяной промышленности вместе. И, выйдя на заслуженный отдых, вместе занимаются спортом, поддерживают активный образ жизни. Какой вид спорта вы предпочитаете? Ходьба, конечно, ходьба. Однозначно. Зимой теннис, там зарядка, бег. В общем, такие виды спорта активные. Во-первых, этот спорт, он людей сближает, чувствуется намного легче и здоровее. И не так часто люди, те, которые занимаются спортом, не так часто и болеют. Отдала многие годы нефтяной сфере Назира Гаязова. Она потомственный нефтяник. Мало того, все ее братья и сестры также посвятили свою жизнь нефтяной промышленности. У нас, вы знаете, настолько это было, вот это соревнование, любые соревнования. В производстве соревнований обязательно участник ли ты спорта. Ходишь ли в художественную самодеятельность. Это было у нас в советское время. Ну, немножко ностальгия есть, но сейчас другое время, другие моменты. Но все в себе. Все сам делаешь для себя. Никто тебе не сделает. Встал, открыл глаза и радуешься. День начался. Красивый день. Хороший день. Я могу ходить. Будем здоровы. Спортивный праздник завершился награждением участников. А что еще могут сказать? Это очень хочу. Вот на память тенниса. Спасибо. И в слуху на память. Чемпион клуба здоровья по теннису. Неоднократный. Айгуль Габдафьков, Артем Артемьев, БРТ. 25 сентября отмечался Всемирный день фармацевта. Это профессиональный праздник тех, чья деятельность связана с реализацией медикаментов. Подробности в нашем следующем материале. Для размягчения вот этой пластины наносить надо. А там все написано. Сотрудники аптеки встречают свой профессиональный праздник на работе. С раннего утра сюда приходят люди. Приходят не только за лекарствами, но и за советами. Многие посетители приходят к фармацевтам как к врачам. Есть люди, которые, прежде чем идти к врачу, приходят в аптеку. Приходится помогать советами. Гульнас Газизова родом из села Татарский Кондриз. Работает фармацевтом в одной из аптек города с 1992 года. А когда учила в школе, она даже не знала о существовании такой профессии. После окончания школы увидела небольшой буклет с адресами учебных заведений и наткнулась на профессию фармацевта. Никакого представления не было тогда об этой профессии. Моя мама всю жизнь проработала фельдшером на селе. Может, и это повлияло на мой выбор. Поступила в Казанское фармацевтическое училище. Очень рада, что выбрала именно эту профессию, так как это по-настоящему женская профессия. У нас очень хороший коллектив. Мы приходим на работу, как на праздник. Хотя к нам приходят в основном больные люди. Мы рады помочь каждому. Нам благодарны многие. И это очень радует. Руделяша Айдулина верна своей профессии вот уже более 36 лет. Родилась в селе Новую Чути. После окончания школы поступила в Казанское фармацевтическое училище. Как вспоминает Руделяша Айдулина, учиться на фармацевта было нелегко. Нужно хорошо знать химию, биологию, ботанику. Чтобы стать фармацевтом, нужно быть очень старательным. Отучившись 3 года вернулась с Бавлы. Трудовую деятельность начала в аптеке номер 128. Как говорит Руделя, эта аптека была раньше там, где сейчас находится Краевический музей. Муж был военным. По направлению его отправили в Германию. Пришлось уехать с ним. Там тоже работала фармацевтом. По словам фармацевта с многолетним стажем, ей пришлось поработать в Новосибирске, в Барнауле. Позже семья вернулась в родные края. Годы идут, меняются лекарственные препараты, появляются новые. Каждый год фармацевты учатся, получают знания, изучают новые лекарства, проходят аккредитацию. Как говорят герои нашего сюжета, люди к ним приходят не только за лекарствами. Есть и такие, кто заходит просто поблагодарить. Айгуль Кусаенова, Айгуль Дабдарфикова, Артем Артемьев, БРТ. В Баблах свою работу возобновил университет третьего возраста. Это республиканский образовательный проект, который дает пенсионерам возможность проявить свои способности и не старея душой. Студенты этого университета активно занимаются спортом, участвуют в художественной самодеятельности и обучаются компьютерной грамотности. Зоя Яковлева студентка университета третьего возраста не первый год. Именно студентка, несмотря на то, что мать потерек детей и бабушка 11 внуков. Признается, что здесь чувствует себя молодой, ведь ни один день не проходит без движения. Дети у меня все спортсмены, спортсмены, мастеры спорта, внуков. Я радуюсь, конечно, они со мной вместе гимнастику делали, я вот иногда бывала бы нигде оставить, с собой приводить. Другие студенты, а это более 20 человек, также посещают университет с большим удовольствием. Ходят на гимнастику, посещают бассейн и теннис, участвуют в художественной самодеятельности. Мне уже 86 лет, посещаю клуб здоровья уже 12 год. Прихожу сюда с мужем, сегодня он отсутствует, занят. Нам здесь очень нравится, очень хорошо. Эти занятия дают заряд бодрости и поправляют здоровье. Два раза в неделю мы занимаемся, уже действительно больше 10 лет, по-моему, 12 или 13 лет. Мы уже занимаемся каждую зиму, это нам очень нравится. Бессменным куратором университета, а также организатором всех проводимых для пенсионеров мероприятий является Альбина Самигулина. Возглавить университет решила почти сразу, как вышла на заслуженный отдых. Много лет она проработала главным специалистом в отделе образования, поэтому такая деятельность ей вне новинку. Мы ежегодно Республиканское правление Союза пенсионеров под руководством Мишины и Любовь Николаевны проводят в Спартакеаду по семи видам спорта. Мы вот пять лет занимали призовые места. В октябре при наборе группы для бавлинских пенсионеров будут организованы уроки компьютерной грамотности. Айгуль Габратикова, Артем Артемьев, БРТ. Развод родителей в большинстве случаев наносит детям большую психологическую травму. В этом еще раз удалось убедиться сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Двое супругов развелись несколько лет назад. С матерью осталось двое детей. По словам женщины, которая была вызвана на очередную комиссию КДН, общаться с отцом она детям никогда не запрещала. Старший сын, которому в этом году исполнилось 14 лет, поддерживает связь с отцом, ходит к нему в гости. Вот и в этот раз он встретился с отцом, но поругавшись с ним ушел. Домой к матери не вернулся, а просто позвонил ей, сказав, чтобы она забрала его с одной из улиц в нижней части Бавлов. Приехав за сыном, мать увидела, что тот находится в эмоциональном напряжении. Приехавшая скорой диагностировала нервный срыв. В данный момент с этой семьей работает психолог. Мы не можем разделиться на все части. Я понимаю, у вашей новой семьи, а вы и мужу должны угодить, и малыш там есть. Он совсем маленький, он требует слишком много внимания. Но этот пацан должен быть в первую очередь. Он должен быть вашей опорой. Помните, об этом мы вначале говорили? Вот никак он не должен быть виноватым. Он должен чувствовать себя. Я без тебя улом не могу. Ты видишь, не могу. Я без тебя. Вот только это. Помните? Любовь, любовь. Я без тебя не могу, без твоей поддержки не могу, чтобы он себя чувствовал мужчиной. Не виноватым, а мужчиной. Ограничивать или лишать родительских прав этих родителей не планируют. Оба не пьют, работают. Правда, наблюдать за ними и помогать необходимо. Так как нерешенные проблемы в подростковом возрасте могут привести к их предсказуемым последствиям. Ая Гульда Трофикова, Артем Артемьев, БРТ. А мы напоминаем, что мы есть во всех социальных сетях. Посмотреть свежие выпуски вы сможете также воспользоваться QR-кодом, который вы видите на экране. И к другим новостям. В Ледовом дворце города прошел открытый турнир по хоккею с шайбой «Осенний лед». В нем приняли участие шесть команд. Подробности далее. В соревнованиях приняли участие команды из городов Оренбург, Бавлы, Самары, Тольятти, Елабуга и Бугульма. Турнир проходил в течение двух дней. И нашей бавлинской команде предстояло сразиться с сильнейшими российскими командами. К примеру, в первом матче бавлинцам предстояло сразиться с океистами из Тольятти. Матч выдался напряженным. Первый период наши открыли счет. Потом уже Тольятти сравнили. И вот сейчас у нас идет третий период. Игра очень оживленная. Команды обе такие ровные. Хочу сказать, самое главное, чтобы ребята набрались опыта, тренера. У нас уже со следующей, через две недели начинается уже первенство Татарстан, где будут принимать команда «Дивон» в этих турнирах три возраста. Это юноши 2001, 2007 года рождения, 2009 года рождения и 2010 года рождения будут играть в первенство Татарстан. А уже юноши 2011, 2012 и 2013 года рождения будут играть на Кубок Федерации Республики Татарстан. Поэтому ожидается очень такой напряженный сезон 2021-2022. Надеемся, что в прошлом году у нас команда 2008 года заняла бронзовые призеры. Но каждым годом команд очень много в первенстве Республики Татарстан, хочу сказать. То же самое Ульянская область, Самара, Ижевск, Глазов в этом году в нашем группе будут играть. Это не только первенство, это, можно сказать, по Волжье, Республике будут играть. Поэтому желаем всем удачи. Самое главное, ребята бестравмированные, прошли сезон. После завершения всех игр определились победители. Первое место заняли спортсмены из Елабуги. Вторыми стали хоккеисты из Бугульмы. Третьего места удостоились спортсмены из Самары. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следующий выпуск у нас есть смотрите в четверг, 30 сентября. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте, меня зовут Хисамудинова Аделина. И я расскажу, какая погода нас ждет в ближайшие два дня. В среду, 29 сентября, будет облачно. Возможен дождь. Температура днем плюс 7 градусов. Ночью плюс 3 градуса. В четверг, 30 сентября, также облачно. Температура днем плюс 6 градусов. Ночью плюс 1 градус. На этом у меня все. С вами была Хисамудинова Аделина. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон»